С такой кипой документов бывший предприниматель Сергей Боровков уже долгое время обивает пороги управления службы судебных приставов, полиции и прокуратуры. Мужчина рассказывает, из-за кризиса в 2009 году бизнес перестал приносить доход и у него возникли проблемы с выплатой кредитов. Долги стали взыскивать по решению суда служба судебных приставов, удерживает половину военной пенсии Сергея Александровича. Но однажды должнику позвонили кредиторы и сообщили, что денег в счет его долга не получают. Бывший предприниматель стал выяснять, почему. Отправил запросы приставам и в банк. Сергей Боровков утверждает, больше пяти лет с него вычитали деньги по уже закрытому исполнительному производству. В качестве доказательства мужчина показывает документы. Номер у закрытого исполнительного производства и того, по которому банк до недавнего времени снимал деньги, один и тот же. Документ, подписанный начальником отдела старшим судебным приставом Козлова, где сказано, что исполнительное производство окончено 6-12-2012 года. Вот оно само постановление. Ответ из отдела военных пенсий Сбербанка, там где я с меня удерживаю по этим исполнительным производствам, говорится, что до июля, до июня включительно, 18-го года, то есть пять с половиной лет фактически. Сергей Боровков обратился в общественное бюро по защите прав предпринимателей. Только вместе с юристами получил отчет от судебных приставов о перечислении денег организациям, которым задолжал и ужаснулся. В официальных бумагах написано, одному из кредитных кооперативов приставы 10 раз перечисляли в счет долга по 15 тысяч рублей. По суду предприниматель должен в несколько раз меньше. Путем арифметических вычислений мы получили, что имеет место переплата, причем значительное. Так, например, по городской кассе, по решению суда было взыскано 29 259 рублей. По перечислениям, которые были получены приставами и перечислены в счет городской кассе, мы получили 153 920 рублей. Даже если учесть здесь, что суда положен еще плюсом испанкельский сбор приставов, тем не менее, все равно эта сумма значительно превышает размер долга. Сергей Боровков говорит, ответа, почему так произошло, от приставов до сих пор не получил. Обратился с заявлением в полицию. Но там нарушений в действиях судебных приставов пока не нашли. Официальный ответ какой? Криминал не видим в архив. И лишь недавно за подписью начальника штаба ОМВД по городу Владимир, вот пришло, что решили все-таки провести дополнительную проверку. Результатов дополнительной проверки Сергею Боровкову, по его словам, еще не сообщили. Чтобы разобраться, почему же он заплатил кредиторам больше, чем назначил суд, бывший предприниматель готов дойти до президента. В службе судебных приставов, отвечая на претензии должника, заявляют, работа по его задолженности идет в рамках закона. По словам начальника отдела, закрытие исполнительного производства под определенным номером не означает расплату с долгами. В конкретном случае речь наоборот, идет о присоединении новых взыскателей. Что касается переплаты отдельным организациям, приставы утверждают, что ее нет. Несмотря на то, что напротив каждого платежа название одной организации, платеж делят на всех, кому задолжал Сергей Боровков. В отношении Боровков Сергея Александровича на исполнение находилось 62 исполнительных производства. Указанные исполнительные производства были объединены в сводные по должнику. При поступлении денежных средств на депозитный счет ОСП судебный пристав исполнитель распределял, согласно федеральному закону, ст. 111, всем взыскателям пропорционально сумме задолженности. Переплаты в данном случае не имеется. В данном случае еще не выплачена сумма задолженности в полном объеме. А еще в службе судебных приставов нас заверили, что уже пригласили Сергея Боровкова для того, чтобы разъяснить ситуацию и сверить финансовые документы. Оксана Любимова, Александр Мажаров и Артем Горчаков. Шестой канал.